Информационный центр правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики представляет. Кабардино-Балкарская Республика, как и все регионы Российской Федерации, строит мирную жизнь. Это завещали нам старшие поколения своим трудом, создавая благо, которыми мы сегодня владеем. К сожалению, в последнее время все чаще в новостных сообщениях мелькают такие сюжеты. Сорван магистральный газопровод. Без тепла остались десятки тысяч людей. 1 мая в городе Нальчике, в республиканском ипподроме, здание было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Я думаю, что это провокация и действие направлено не только против Кабардино-Балкарии, но и против всего Северного Кавказа. К сожалению, когда мирные жители в таких процессах погибают, это самое тяжелое для нас. Что это за люди? Это не люди. Их надо уничтожать просто. У них нет ничего ни святого, ни традиции, ни обыча, ничего святого нет в этих людей. Не всем хочется мира и созидания. Эти люди вынашивают планы создать на нашей земле шариатское государство, без границ, национальностей, административного деления. Создать новый тоталитарный режим, перед которым померкнет все, что ранее пережила наша страна. Мы заранее приносим искренние извинения матерям, родственникам и близким погибших. В этом фильме будет показана звериная сущность таких нелюдей и негодяев. Вот кадры, свидетельствующие об их злодеяниях. В лесу, близ селения Личенка и Чигемского района, найдены тела девятерых охотников и егерей. Мужчины убиты выстрелами в упор. Причем каждому из них сделан контрольный выстрел в затылок. А некоторых перед этим пытали. Немецкие нацисты тоже любили фотографироваться на фоне своих жертв. И у них нашлись достойные продолжатели, которые оскверняют память наших предков, взрывая памятники героям Великой Отечественной войны. Пытались пиариться на этом командиры сеченских боевиков Шамиль Басаев, Салман Радуев и арабский наемник Хаттаб. Но где они теперь? Этих местных подонков ожидает такая же участь. И им тоже воздастся по заслугам. Экстремисты не понимают, что современное общество их отвергает, не приемлет их учения и проповеди. Однако с тупым фанатизмом пытаются навязать людям свои бредовые идеи. Их опора – небольшая кучка таких же, как и они, безграмотных отчепенцев, считающих себя истинными мусульманами. Кто-то в нашем обществе проявляет к этим убийцам сердобольность, оказывает им материальную и иную помощь. Какая же мать захочет, чтобы ее сын осквернил руки кровью невинных жертв, стариков, женщин, детей, которые гибнут от взрывчатки или пули? С кем они воюют? С народом, из которого и вышли. И народ им этого не простит. Никогда. К глубокому сожалению, история ничему не учит этих людей. Их знания ограничиваются отдельными выдержками из Корана, нужными им цитатами и народными байками, которыми они пользуются в своих обращениях и проповедях, пытаются запутрить мозги нашей молодежи. Взяв в руки оружие, эти так называемые проповедники пытаются учить нас, как нужно жить, призывают к войне, дают прямые указания, как нам себя вести. Эти бывшие уголовники прекрасно понимают – у терроризма нет будущего, как нет его и у них. Какая-то большая у этих нелюдей текучесть руководящих кадров, но им в мобильности не откажешь. Уничтожены одни амиры, а смена уже готова. Но их век тоже недолог. Люди на них доберутся, и наказание будет неотвратимым. Министерством внутренних дел совместно с УФСБ РФ по КБР в ходе спецопераций по ликвидации очередной базы боевиков изъято пять взрывных устройств мощностью в 5 килограмм в тротиловом эквиваленте «каждая», которое предполагалось привести в действие во время двух митингов общественности КБР в поддержку народа Абхазии. Бандиты ни одной минуты не должны спать спокойно. Они должны знать, что кара неотвратима. Запомните, государство всегда сильнее, и население, которое не приемлет террор, гораздо сильнее вас. Вас сметут, потому что народ не с вами. Он против вас, и ваша участь незавидна. Задумайтесь, пора кончать с этим. Жизнь одна, а то, что будет после нее, под большим вопросом. Живите мирно сейчас, для себя, для детей, для своих родителей, которые искренне вас любят. У вас еще есть шанс стать нормальными людьми, любить и быть любимыми, радоваться дарованной вам жизни, растить детей. Если вам что-то известно о местонахождении этих преступников, просим сообщить по телефону. МВД по КБР 40 49 10 49 54 62 Управление Федеральной Службы Безопасности 47 15 16 48 15 48 МВД по КБР 40 49 10 49 54 62 Управление Федеральной Службы Безопасности 47 15 16 48 15 48 48 15 48 14 45 45 46 46 49 46 47 49 41 47 49 49 48 50 49 49 49 49 49 5 دичkes 49 50 50 51 41 42 51 51 46 69 51 51 47 25 69 50 52 50 51 49 3 50 50 51 51 50 51 51 52 41 51 48